Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала, вы, как всегда, на канале Семья на чемоданах, с вами я, Славян. Ребятки, сегодня я вас приглашаю в новый интересный выпуск. Ну, во-первых, у нас все сроки подходят к концу, нам пора съезжать, вопрос только куда, он открытый, поэтому сегодня будем собирать вещи, вкусно готовить и отправимся в небольшое маленькое путешествие. Будем делать восхлаждение на, ну, такие, назовем это детские вершины. Досматривайте обязательно выпуск до конца, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Погнали в новый выпуск. Как же быстро летит время, и вот уже прошло полтора месяца, как мы живем в этой квартире, прикиньте, полтора месяца. И мы начинаем собираться, если вы спросите меня прямо сейчас, куда вы поедете, я напишу в ответе, не знаем, реально пока не знаем. Все, послезавтра мы отсюда съезжаем, а вопрос куда, он вообще непонятен. Непонятен даже по той причине, потому что здесь сейчас сезон и цены на жилье настолько космические, ну, что просто жесть. Была бы машина под боком наша, все, вопросов бы не было, мы бы давно вообще бы съехали с этой квартирой, даже, возможно, бы даже не заселялись, а просто поехали путешествовать. Но сейчас ситуация следующая, что мы до сих пор ждем этот гребаный ответ, сколько его ждать, то очень непонятно. Вот, поэтому мы приняли решение начать собираться и в срочном порядке уже что-то думать. У нас однозначно будет несколько чемоданов, ну, два точно, третий пока не знаю, мы вообще-то его выкинули, но, возможно, будет большая сумка и однозначно какую-то часть вещей нужно где-то будет припарковать. Почему? Потому что у нас куча зимних вещей, ну, сейчас все покажу. Здесь такие большие кровати, и у них есть большая ниша, видите, мы сюда убирали чемоданы наши. Соответственно, я думаю, что у нас семья большая розовая, нужно под основные вещи забить. Вот этот чемодан где-то оставим, видите, у нас куча зимних вещей, которые нам точно не пригодятся, вот, например, куртка, например, моя куртка, джинсы, здесь всякие шапки, то есть это точно вообще нафиг не нужно нам в ближайшие, не знаю, полгода, вот, поэтому сейчас будем как-то играть опять в тетрис. Ну, естественно, традиционно просто мы часть вещей выкидываем, типа, вон, всякие джинсы, типа, какие-то ненужные уже кофты, то есть у нас сейчас целый чемодан еще уедет на помойку. Здесь единственное, что есть такие терминалы, ты приходишь, открываешь, туда закидываешь вещи, ну, и потом они, видимо, куда-то там расходятся. Сейчас тоже наберем мешок и вместе пойдем и покажу, как все это выглядит. Добрались мы до нашего шкафа, начинаем разбирать вещи, первые вот идут мои, смотрите, сколько кофт, и все их, короче, нужно куда-то тоже вдеть. Вот это вообще кофта прям новая-новая, но опять-таки я что-то ее не ношу, скейтерская фирма, но, короче, это, ну, у нее такой материал, как бы и для кофты очень легкий, вот по осени что-нибудь ходить, короче, вот так, вон, джек-н-джонс, фуллэнд-бир, короче, вот так вот, надо все это делать. Темка, скоро, скоро, куда-то переезд, круто, да, вот такие вот у нас сборы, и что куда, вообще непонятно. Вот в чемодане мы забили один отсек полностью зимними вещами, вон здесь вот эти кофты наши с фотосессии остались. Мы бы тоже как бы и в Россию бы их отправили, конечно, даже на перепродажу, как говорится, но опять-таки это тоже все деньги-деньги, поэтому затарим где-нибудь этот чемодан на время пусть стоит до лучших времен. Два мешка уже есть, раз, два, и сейчас уже будем третий мешок собирать, здесь уже будут Мирошкины вещи, причем они все очень классные, дети быстро растут, не успевают занашивать вообще, вон комбезики покупали, это очень демовские, это тоже какой-то пару раз буквально этот комбез, отдельно он там вообще новый, но, увы, говорю, никуда и не отправишь, потому что дорого отправки стоят, ну, отправим, значит, в контейнер специально для малоимущих семей Турции, вот так вот. Дошли до комнаты мальчишек, теперь у них все будем разбирать, ты сейчас тышь, как пионер. Короче, бабушка, эти маски, эти маски огромные, весь рюкзак заняли третий, еще и тяжелые, ну, это я оставляю, неудобно. Да, в общем, у нас плюс еще один пакет, пакет с обувью, которая бы тоже не нужна уже, такая потрепанная, ну, нафиг лучше выкинуть. Вот, видите, новые джинсы, просто не носили, просто как бы купили, ну, потому что они скатываются с горок, вот так вот. Ну, у нас есть еще куча новых штанов, поэтому вот эти, ну, это тоже маленькие. Ну, собственно, вот у нас получилось 4 пакета, обувь, детские, нашинские вещи, вот так вот. Последний раз мы выкидывали вещи, это было в Авсаларе, а еще часть вещей мы отдавали на Шри-Ланке, между прочим, вот. То есть каждый переезд мы избавляемся от старых вещей, но на самом деле не все старые, что-то бы носили, но учитывая, что мы постоянно в переездах, конечно, проще подкупить, чем с собой носить эти вещи, вот. Поэтому отдаем, надеюсь, кому-то они будут нужны. Пошли всей большой мы командой выкидывать. Соседи еще пакет прихватили. Да, соседи тоже отдали пакет на выкидыш. Вот так вот, смотрите, сколько у нас вещей. На выкидыш, она не помойка. Либо вот, если они хорошие, кому-то они нужнее, на самом деле. Конечно. Потому что выкидывать просто в мусорку нельзя. Это все гниет, разлагается и вред наносит природе и не приносит никакого пользы. Поэтому вещи лучше кому-то сюда отдавать. Так что поэтому мы набрали эти тюхи и идем в специальные автоматы и будем туда грузить. Вот мы, собственно, дошли. Смотрите, видите, вот такие вот аппараты здесь стоят. Сюда ни в коем случае нельзя выкидывать всякие компьютеры, книги, еду. Нельзя, это именно для вещей. Да, вот, пожалуйста, видите, вот все можно, что можно. Ну, я думаю, что там люди до сих пор после землетрясения нуждаются в одежде однозначно. Вот, так что надеюсь, что наши шмотки будут во благо. Давайте попробуем загрузить. Не, по одному пакету только грузите, ребята. Я первый. Давай. Можешь? Давай. Опа, чтобы там ничего не застряло. Ага. Раз, скинули. Давай, Родик. Давай. Опа. Вообще, сколько тут вещей, ребята. Насколько возрастов, семья большая. Да. Так, держи, кушай, кушай, кушай. Ага. Наслаждайся автоматически. Тут еще и ботинки, кроссовки. Да, иди кушай, наслаждайся. Ну вот, отлично. Наслаждайся. Так, все. Аааааа. Вот, сделали благое дело, как говорится. Все, отлично. О, смотрите, даже по-русски написано. Пожалуйста, не бросайте мусор. Вот так вот. Пойдемте попали. Молодцы, ребята, кто занимается такими штуковинами. Вот, поэтому оставляем и идем дальше упаковываться. Мне в Турцию очень нравятся вот эти апельсиновые, мандариновые деревья. Часть еще висят, можно срывать, а часть уже вон плодоносят. То есть здесь, знаете, мандарины и апельсины растут вообще круглый год. Даже не нужно запариваться. И стали расти уже гранаты. Сейчас покажу. Может, кто-то не знает, как они растут. Вот эти вот цветочки. Вот. Видите? Это и есть гранаты. А вот уже набухший. То есть вот он уже почти, как говорится, созрел. Сейчас, может, поближе. Будет. А, вот он, видите? Вот так вот. А, вот еще один. Вот из такого, получается, цветочка, получается вот такой гранат. И совсем скоро, я думаю, что через пару месяцев уже будет норм. Ну, вот они, видите? Оранжевые висят. И вот тут же зеленые. С этого же дерева уже набухают. Красота. Про сумки я говорил. Вот в одной сумке мы будем хранить, значит, такие вещи, как маски мальчишек. Пока тоже будут не нужны нам, значит, ролики, части от самоката. Это те вещи, которые нам пригодятся чуть позже. Но не зимой, да, например. Если один чемодан, вот этот мы собираем полностью для вещей, которые нам пригодятся только осенью. Вот его где-то мы прям оставляем. То вот это нет. Мы оставим это на время, чтобы потом забрать. Вот эти сумки, кстати, классные. Очень прочные. С нами пережили уже достаточно много переездов. Мы их еще покупали в Сочи, когда делали переезд на Валаферскую жизнь. Вот поменьше. Вот. И они как бы все одинаковые и очень классные. Спасают нас постоянно. Давно, по-моему, у нас не было бытовухи и еды. Но сегодня, думаю, можно. На обед мы готовим супец. Самый обычный вообще, простой наш суп. Который готовится максимально быстрый. Например, в путешествиях очень удобно его готовить. Ну, типа, знаете, не заморачиваешься. Это не борщ, не тыквенный. А просто вода, курица, картошка, морковка, лучок. И еще можно добавить вермишель. Ну, вот в данном случае вермишель. У нас осталось немножко спагетти. Наламываем туда и ложим. Все, пусть варится. А еще мы сегодня купили, значит, шоколадную пасту. Вот такую сейчас стали брать. Молочный шоколад и белый шоколад. И купили масло. Это значит, что мы сейчас вместе с вами сделаем бельгийские вафли. Вы тоже спрашивали рецепт. Четкий рецепт я вам не скажу. Давайте так. На Яндекс.Дзене будет полноценный рецепт. По ссылочке перейдете, почитаете. Почему? Потому что у нас совсем мало осталось муки. И, соответственно, это будет очень такая небольшая порция вафелек. Буквально сейчас чай попить. Вот. А на Дзене я уже укажу полный рецепт, которым я обычно и пользуюсь. У нас есть вафельница. Поэтому и бельгийские вафли у нас тоже будут. Что касается продуктов, это яйца, разрыхлитель, ванилин, сахар, мука, молоко и масло. Ну и на ваш вкус, чем будете смазывать потом вафельки. Берем пустую тару, закидываем в нее кусок масла, добавляем сахар. И все это дело сейчас вилкой разминаем. Теперь добавляем разрыхлитель, добавляем ванилин, бьем сюда яйца и добавляем уже муку. Ну и, конечно, молоко. И все это дело снова перемешиваем. Немножко жидковатое получилось тесто. Ну и ладно. Ну, теперь выкладываем все сюда. В общем, вафли получаются так себе, потому что не по конкретному моему рецепту, так как муки мало. Но вы лучше готовьте по рецепту, по ссылочке в описании, если будет интересно, переходите. А у нас получается вот такая история. Видите, они не такие сильно воздушные, как должны быть. Но в целом-то неплохо. Есть можно, но просто выглядит не очень. Если перевернуть на другую сторону, то довольно-таки неплохо смотрятся. Вот видите, а с этой стороны вот так вот. Ну ладно, главное, что вкусные. А вот вторая партия уже получилась вообще классная. Смотрите-ка. Во! И внешний вид достоин. Красава! Часто говорим про то, что на каждом балконе в Турции есть краны. И у нас здесь прямо установлен шланг и лейка. Там напор такой хозяйственный, что вот, видите, готовим квартиру в сдаче, все промываем, чтобы все было идеально чисто, да, на самом деле? Вот так вот. Ну и, конечно, не забываем купаться. Видите, как у нас атмосфера. Атмосферно. Да ты что, смотри, у него же выбивает из рук напор какой-то. У нас в комплекс, вот здесь, да, где мы сейчас живем, точнее, доживаем, заселились наши зрители. И вот он сегодня ко мне подходит и говорит, Славян говорит, А есть здесь какие-нибудь ближайшие какие-то тропы интересные, природные, где можно сходить с детьми погулять? Я говорю, конечно, есть. Ну, я ему накидал, рассказал, что здесь вот шикарнейший каньон, да, сколько раз мы ходили туда. И вот сейчас под вечер я хочу сходить вот на маршрут. Те, кто подписан на меня в Телеграме и в Инстаграме, они уже видели это место. Мы туда уже ходили с Амбатом, ходил я туда с Темкой, мы туда гуляли. Несложный маршрут, красивый, там классно дышать, вот. Но сейчас решил показать его на большую аудиторию. Пройдемся немножко, а потом поедем в магазин за рыбой и будем жарить, нет, не жарить, в духовке сегодня готовить рыбу. А то черт знает, когда теперь у нас будет духовка. В общем, на самом деле, я очень хочу сходить на Тахталы. Я уже нашел маршрут, как туда идти. Единственное, я бы уже сегодня туда сходил, но туда нужно добраться на машине. 35 километров ехать, такси выйдет очень прилично денег. Поэтому я решил, что либо кто-то, может быть, меня смотрит и мы вместе с вами загоняем, кто, например, живет в Кемере. Если есть желание совместно прогуляться и у вас есть машина, то напишите мне в любую социальную сеть. Вместе загоняем, совершим восхождение. Высота там приличная, 2,375 и набор высоты будет конкретный. Вот, а мы пока будем с вами отправляться вот на эту вершину. Здесь, по-моему, метров 200 или 300, что-то такое на пиках. Ну, сейчас все покажу, все увидите. Вон, видите, я уже иду по сосновому лесу. У нас вот тут, видите, открывается вид уже на плантации мандариновые. Возьмем, собственно, наш комплекс. Вот, и двигаемся. Все начинается очень просто, очень легко. И здесь мы будем уже углубляться и подниматься все выше и выше. Естественно, идем в тапках. Так делать не надо. Просто мне так удобно. Будут сейчас какие-то такие кадры наподобие вот такого, видите? Просто в козе лотоса. Ух ты, ноги поехали. Пробираемся. Я не знаю, насколько камера будет передавать. Склоны и вот эти вот все моменты. Но иногда они бывают, конечно, очень сложные. Но самые красивые буду, конечно, вам показывать. Здесь шикарная тропа. Очень легко ходить с детьми, я уже говорил. Поэтому, кто на местности, как говорится, рекомендую к вечерним прогулкам, когда вот так вот уже солнце скоро завалится за основной хребет. Вот за вот этот вот высокий. Кстати, высота у него полторы тысячи метров. Я сегодня мониторил карты. Вот. И смотрел высоту. По ним тоже можно прогуляться. Там есть какие-то тропы. Но вот, как говорится, у меня ноги не дошли. Мы начинаем плавно вот так вот по камням подниматься. Здесь очень интересные, кстати, скалы. Они прям разбираются. Сейчас в каком-то моменте я вам покажу. Ну, мы там с Тёмкой когда ходили, нашли сухостой сосновый. Вот. И вот так вот отдирали от этой скалы камни и бросали по этим сухим веткам. Такое забавное развлечение. Сейчас на первую вершину поднимемся. Покажу вам, как выглядит. Вот так вот, видите? По камням. Баба! Вот здесь есть такие специальные впадины, куда очень удобно наступать. Так, ладно. Думал, я сейчас думал прям с этой стороны вам показать. Нет, не буду. Сейчас чуть повыше поднимемся и уже покажу. Так, здесь еще куча паутины, змей и какой-то дикой живности. Типа такое ощущение иногда складывается, что это какие-то кабаны. Ну, они норы. Не знаю, кто там живет. Как говорится, стучаться в дверь не будем. Мы не просто идти, дышать, наслаждаться. Так, ну что же, мы пришли на первую смотровую. Она тоже такая классная. Она прям в теньке. Давайте я вам ее покажу. Вот так вот. Смотрите, как красиво. Здесь вот вид на весь Асланбуджак. Гора, Плата. На нее ходили, там огромный турецкий флаг. Чалыш называется, мы через нее прям переваливались, на дикий пляж ходили. Вот если сюда влево смотреть море, если сюда поворачивать горы, горы, говорю, голову, тоже море. Если сюда поворачивать голову, прекрасная гора, стероид. Невероятно. Ну, тут отсюда тоже виден наш комплекс. Все как на ладони, но отсюда можно пойти еще выше. Вот, собственно, не знаю, будет вам понятно, не будет. Короче, можно двигаться туда. Сейчас это и сделаем. Все подряд вам снимать не буду. Хочу тоже немножко понаслаждаться тишиной, пением птиц, но в самых интересных моментах я буду вам показывать обязательно. Поднимаемся выше. Видите, как мы высоко. Здесь упало дерево, причем упало даже не одно, их несколько. Вон, второй лежит. А мы сейчас будем с вами подниматься вот на вот эту вот вершину. Отсюда открывается шикарный вид. Надеюсь, у нас получится. Никто нас там не укусит. Никакая змея. Ау! Здесь, кстати, вот эти вот растения, не знаю, как они называются, но если вот к ним присмотреться, они трындец, какие колючие. И после похода, если вот идти вот так вот в шортах, например, да, как я, то ноги сколты, и потом даже начинает какой-то зуд интересный. Ну, вроде не аллергический, просто, видимо, из-за того, что накололо. Так, вот здесь вот на этот камень, ну, точно стоит подняться, его можно обойти. Вот тут, пожалуйста, тропинка, его можно обойти и начать уже восхождение вот сюда, вот выше. И вот, получается, вот этот хребет. Но, я все-таки рекомендую сюда залезть, потому что отсюда вид открывается крутой. Не знаю, сейчас будет получаться, не будет. Я же еще это, с камерой в руке. Надеюсь, о, какие здесь пауки, смотрите. Я его побеспокоил. Смотрите, какой оранжевый. Оранжевый, у него прям такие щупальцы, мохнатые. не знаю, ядовитый, не ядовитый. Ладно, будем, значит, наступать где-то в другом месте. Здесь, кстати, ядовитых пауков как бы достаточное количество. Вот так вот здесь можно цепляться. Есть места. первый участок мы преодолели и вот он второй. Ну все, мы сейчас будем просто с вами на крутой, просто на крутой вершине. Готовы? Смотрите. И такая классная у меня тень. Смотрите, как все, все как на ладони. Обожаю этот район, обожаю вообще Кемер за его вот эту застройку малоэтажную. Смотрите, как здесь красиво. Вот она река, Агва, течет. Туда уходит сам каньон, гора Астероид. удивительная гора. Здесь такая порода скалистая. У гор вот этих камней у всех, а вот это какая-то вообще интересная, вообще необычная, как будто действительно какой-то метеорит когда-то там упал. Так, главное сейчас отсюда не свалиться, потому что камень, он такой достаточно узкий и отчасти скользкий. Сейчас. Так, вот с этой стороны не спуститься. Если сюда вот так пройти, то здесь просто вот обрыв. Нам нужно возвращаться однозначно на то место, где мы поднимались и там спускаться. Ну, там, кстати, тоже на самом деле подниматься одно, спускаться так себе история. Опа, опа. Ну, я думаю, у меня сейчас это получится сделать, и никакой паук меня не укусит. Ой-ой-ой. Спускаюсь просто на заднице, потому что так точно удобно. Ладно, давайте. Упс, тише, 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 лови меня, земля. Ладно, вау, вот это, да, вот это к тому-то, что здесь камни вообще прям вылетают из-под ног, как говорится, да, чуть не разбился. И здесь, как бы многие пишут, вот, а что не это, не кроссовки. Мне в кроссовках вообще неудобно, потому что ногу жарит, конкретно жарит, и не моя, короче, история. А упасть можно, что в кроссовках, вот камни просто вылетают из-под ног, и кроссовок за тобой, что в тапочке разницы нет. Мне вообще прям очень комфортно в тапках. Так, вот еще один такой подъем. Мне кажется, можно где-то понизу обходить, но это неинтересная история, поэтому мы вообще лезем, прям лезем, вот так вот. Ладно, сейчас дойдем вот до вот этой вершины, включусь, покажу вид. Вот так вот двигаемся, туда вот, видите, просто обрыв, вот, но мы пойдем вот сюда. Вот про что я говорил, что здесь хоть в кроссовках, хоть в чем, вон они камни просто вот так вот отлетают, нам сейчас надо преодолеть вот этот камень. А что у нас там открывается? Сейчас, заберусь. Опа. Блин, я уважаю вообще, смотрите, какая красота. Сейчас спускаемся, будем забираться вот на вот этот камень и пойдем по вот этому камню. Красота. Согласны? Вот уже видно Даже отсюда в другую сторону Чалыша Прикольный море, здесь уже видно побольше Ладно, спускаемся Ребята, спускаемся Опа Ой-ой-ой Кстати, вот это дерево Тоже, смотрите, раз дерево И два дерева Что у этого, я уже показывал, колючки Такие, вроде не видно их, но оно колется конкретно Что вот это дерево У нее лист сделан прям, вот видите, острый-острый Просто жесть, конечно Поэтому я не знаю То ли прыгнуть, ну прыгать опасно То ли вот тут вот как-то пробираться То ли по камушку сверху пройти Я спустился с этого камня Меня там между деревьями шел Все деревья искололи Сейчас нам нужно забраться вот сюда По очень-очень узкой дорожке Собственно Вот так вот Цепляюсь руками за какие-то моменты Вон, видите, камни И хоп, и падают Будем двигаться То есть вот, чтобы вы понимали Я иду еще в одной руке камеры Просто опираюсь Потому что если не опираться на камень Блин, сейчас подождите Ногу поменяю Ну, можно как бы вниз это поехать Ну, падать-то не высоко Но сто процентов будет очень неприятно Так, а сейчас нам нужно Подниматься туда Вот на этот камень Там красиво, поверьте Я уже на камне Хочу вам показать немножко экстрима Погуляемся с вами по этому камню Слева-справа Такие небольшие обрывы Но будет смотреться красиво Погнали Блин, очень круто Невероятно Смотрите, как мы с вами двигаемся Шикарно О, камень вниз упал Из-под ноги Красота Ну, у нас получается Вот он Самый высокий Сейчас мы на него тоже заберемся И вот да Будем вот так вот стоять Класс Просто невероятно Короче, ребята, кто хочет со мной на тахталы Давайте, присоединяйтесь Напишите мне Вот, а теперь нам нужно отсюда спуститься О, даже мох Смотрите Черного цвета Так О, вот этот спуск вообще обожаю Он очень Вот если вы посмотрите Он очень Такой Рискованный Либо эту Скалу обходить Вот тут вот Дорогу туда уходит Понизу Либо вот так вот Как я Причем здесь Вон, видите Камни Они Сыпятся Вон Поэтому Очень и очень Аккуратно Просто на жопе Вот так вот Хоп-хоп Фух И все Вроде ты Спустился Но это Но это хотя бы Не сухостой Опа Поэтому Держаться Можно Сейчас проберусь Сквозь вот эти сосны И уже там повыше Опять включусь Чуть прошел Нам сейчас предстоит Вон туда Вот такой вот Такой подъем Не знаю Какой здесь перепад Я хотел вам показать Вот эту перерытую Всю землю Смотрите Я про что говорил Что здесь какие-то Дикие тоже водятся То ли кабаны То ли кто И вот так вот Земля Вся перерыта С дикими кабанами Мы уже в Турции встречались Когда стояли В кемпинге Сначала в каше Потом мы стояли В кемпинге Не, не в кемпинге Тикарем на берегу В Алюденизи Целая семья кабанов Выбежала Это конечно Было удивительно Я кстати Этот момент тоже снимал Пока все прятались Я снимал Как выглядят И бегают эти кабаны Вот Ну собственно Видите такая земля Она вся разрыта Не знаю Что это такое Фух Тогда мы в прошлый раз Ходили Прям следы Прям такие были Видны как копыты Что ли Так Ну все Ладно Я поднимаюсь Пока отключусь Забрался Сейчас отсюда Вам покажу вид Красивый Красивый Смотрите Здесь стоит Сосна Прям на обрыве А здесь уже Открываются Виды Смотрите Как мы Выше поднялись Смотрите Как красиво Насколько Стало Видно Море Насколько Открылся Весь Чалыш Вот Другая Страна Как там Красиво Невероятно Дальше Смотрите Кто пойдет По этому Маршруту Вдруг Захотите Прогуляться Это реально Такой маршрут Лейтовый Здесь просто Походите Погулять Можно Все эти Скалы По которым я ходил Просто обходите Если вам не хочется Мне просто нравится Делать Такие небольшие Восхождения Вот Она тропинку Уходит Туда чуть повыше И пошла вниз Можно Вернуться Уже там Внизу По кругу Вдоль реки Там река течет Очень такая Мелкая Мелкая Узкая Вот Отсюда Хочу еще Показать Как выглядит Этот Астероид Вот он Красавец Виднеется Но очень Красиво Вот сюда Гамак Повесить И можно Ночевать Класс Какой же Кайф Просто Посидеть Вот так Вот В полной Тишине Любоваться Этим Красивым Видом Невероятно Что-то Где-то Стучат Где-то Собаки Лают Где-то Птицы Где-то Машины И вот Сижу И думаю Насколько Ж Удивительная Природа Горы Океан Море Ведь Когда ты Куда-то Идешь Либо Плывешь Еще Когда Знаете Либо Идти Тяжело Либо Плыть Тяжело Мозг Отключается И он Не думает Ни о чем Кто никогда Это не испытывал Обязательно Испытайте Сходите Куда-то И ты Идешь И вот Реально Вот Какое-то Время Твой Мозг Полностью Свободен Он Спокоен Он не думает Ни о чем Он просто Смотрит И где-то Ты внутри Просчитываешь Просто Каждый шаг Как тебе Наступить И это Очень классно Каждому Конечно Рекомендую Вот Камень Вот На котором Мы Стояли Вот Он так Низенько А мы Мне кажется Примерно Вот как бы На половине Астероида Находимся Ну Судя Вот если Закрыть Глаза Расслабиться И потом Открыть Вот куда Твой взгляд Ударить Да Примерно Вот на этом Уровне Мы и находимся Сейчас Немножко Посижу И буду Спускаться Пойду домой И мы хотим Съездить Еще в магазин Сегодня на ужин Приготовить рыбу Сгоняли мы До Мегроса Блин Из машины Конечно Ходить Это целый Прикол Купили Здесь у нас Получилось Кило Семьсот Двести Три лиры А еще Ребята Купили Короче Бородинский Хлеб Прикиньте Сто лет Его не ели Двадцать Лир стоит Вот на ужин Прям самое То будет С рыбкой Сейчас будем Мариновать рыбу Покажу Как Мариную Там в принципе Ничего сложного Только соль Еще хотим Приготовить Картошку И баклажаны Все это дело Нарезать Ломтиками Как картошка Фри И запечь Все в духовке Приступаем В Мегросе Покупать рыбу Одно удовольствие Потому что Ее Полностью Чистят То есть Все Ее моют Ее можно просто Выкладывать На противень Солить И по сути Все Посмотрите Как идеально Вот так вот Пока рыба Маринуется Нарезаем Овощи Нарезали Овощи Вот такими Вот видите Как соломкой Наверное Да правильно Добавили сюда Просто Соль Лук Баклажан Картошка И масло У нас Оливковое Еще так же На рыбе Сделали Такие надрезы С двух сторон И засунули Туда Лук Лимон Не стали Настенка Так не любит Настенка Любит сверху Просто Поливать Включаем Духовку На 200 И закидываем Вот такая Красота Видите Получилась Перемешечку Все Запускаем В духовку Минут на 30 Я думаю Будет готово Вот такая Красота Получилась Я думаю На этом можно И завершать Данный видеоролик Ребятки Кто не поставил Лайк Сам начале Обязательно Прямо сейчас Поставьте Я надеюсь Он вам понравился Сделайте репосты В свои социальные сети Если вам не трудно Подписывайтесь На канал Если не подписаны И нажимайте На колокольчик Чтоб ничего Не пропустить Все нужные Важные ссылки Там есть В описании Пока